Приветствую друзья, с вами Квант, продолжаем играть в Mountain Blade Wormat и у нас наконец-то сегодня продолжение сюжетной линии, давненько ее не было, давненько я ее ждал, наконец-то я набрал себе необходимое количество войск, 265 человек, это столько людей мне помещается в мои корабли, в новопостроенные в том числе, и давайте я ребят напомню вам чем закончилась предыдущая сюжетная линия, мы захватили замок в государстве Альба, чтобы прикрыть свои тылы с северной стороны, ну или со стороны этого государства. Так вот, потом мы поговорили естественно с Ярлом Радбартом, так, месть Эдуарнена у нас сейчас задание называется, которое мы должны в принципе выполнять, он нас попросил, чтобы мы встретились с войском королевства Астурии, среди них будет изменник по имени Сила и при помощи него попробовать завоевать благосклонность астурийцев и убедить их принять в сторону сыновей Рагнера, если у нас это не получится, то просто их уничтожить и все. Также он для нас подготовил сразу в городе Бибанбор корабли и людей в нам в помощь, естественно, мы всем этим делом будем управлять. Сразу после того, как я поговорил с Ярлом Радбартом, ко мне прибежал гонец, который сообщил, что хочет кто-то со мной поговорить в кабане и роще недалеко от города Дунвик. Этот город, ребята, является столицей Восточной Англии, с которой мы сейчас воюем, поэтому я сейчас уже нахожусь здесь и вот та самая кабанья роща, давайте проникнем туда и посмотрим, что за человек, что он от меня хочет и что он нам скажет. Так, мы заходим. Да, зашли. У нас пока сумерки, то есть уже вечереет. Ладно, я сейчас до него доберусь. Так, вот этот деревушка, вот этот самый чувачок, это у нас некий монах из монастыря. В общем, я вижу на нем крест. Беда его зовут, но давайте с ним пообщаемся. Я вижу, ты много бился, я вижу твою судьбу, но я ее не скажу всю. Лишь то, что смерть придет к тебе во сне, и то, что ты после себя оставил, будет прекрасно. Заручись поддержкой богов, да я окроплю тебя. Добро, расскажи вашу историю. Расскажите. Ну, господин, я божий человек, рьяно следующий учением Христа. Мое имя беда. Однажды ангел явился мне во сне и поведал, что это божья воля. Что я должен скитаться по северным землям и проповедовать слово божье каждому, будь то бри, цакс, пикт или ирландец. Извините, я идиот, позвольте мне представиться, я беда. Я и так, я вступил в ряды служителей святой церкви и стал священником. Считаю, что и самый жесткий воин найдет место для Христа в своем сердце, и среди них я успешно выполню миссию, которую бог дал мне. Я родом из Мирсии, большую часть жизни прожил в Витенцестере, что в центре Уэссекса. Слежил несколько лет при дворе короля Айтельреда, но он не имел такой страсти к познаниям и книгам, как его брат Альфред. Позже я оказался в Дамоке, что в королевстве восточных англов, но там появились даны. И место стало небезопасным для людей веры. Когда-нибудь вся эта земля станет христианской, и каждый воин будет заботиться о душе, попадет она в ад или в рай. Моя работа и мои слова достигнут каждого воина и человека в этих землях, и я достигну этого славного дня быстрее, чем кто-либо может ожидать. «Ответьте мне, вам нужен проповедник, который поможет тебе и твоим воинам спасти свою вечную душу?» «О чем вы говорите? Это вы послали сообщение о моей матери?» «Да-да, она послала меня к вам, я был с ней, то есть я был ее слугой, ее рабом, когда датчанин, свен бычий шея, взял меня в плен. Свен – страшный человек. Я боялся, часто думал о побеге, но был так напуган, что даже не пытался». «Успокойтесь и расскажите мне о вашей матери. Наверное, о моей матери имеется в виду, в противном случае, клянусь, ваш труп будет отвечать на мои вопросы». «О мой бог, не убивайте меня, не убивайте меня, я совсем безобидный. И буду целовать землю, по которой вы ходите. Я буду вашим слугой, даже вашим рабом. Я расскажу вам все, что я знаю». Кажется, он успокаивается. «Примерно месяц назад датчане захватили меня в королевстве восточных англов. Я был рабом вашей матери. Как вы уже знаете, ей нехорошо, она очень больна и, мне кажется, умирает. Ваша мать часто не помнит, кто она и говорит странные вещи. Викинги думают, что она Сейткона. Многие несут спиртной ей, пытаясь узнать о своей судьбе. Свен Бычешей женился на вашей матери, полагая, что станет более удачливым, а про вас сказал, что принесет вас жертву богам, так как в вас сечет кровь Сейткона». Ну что ж, я слушаю. Свен Бычешей проблемный человек, и вы стали его навязчивой идеей, так как убили его брата, которого звали Олвер. Ваша мать предсказала его смерть от ваших рук, и Свен гневается на своего хозяина Сигурда, ведь он послал Олвера туда, где были вы. «Я знаю Свена немного, но я слышал, что люди говорят, когда-то он был великим лидером. Но я видел человека, который поддерживает верноподанной силой и страхом. Когда ей было лучше, она часто говорила о вас, ваша мать утверждает, что вам предначертано стать великим человеком, и на вашу судьбу не смогут повлиять норны, которых послал Свен. Сейчас ее печаль только в одном – она не увидит вас перед смертью, ведь ее конец близок. Она сказала мне бежать из плена, затем найти вас и передать вам, что самый счастливый момент в ее жизни был, когда вы появились на свет. Если вы не увидите с ней, то знайте, она не предает вас, не предала вас и всегда будет на вашей стороне. Где же она? «В день побега мы были рядом с Гранте-Бриджем, но это было около двух недель назад. Последнее услышанное мною было, что Свен собирал людей и поведет их на свои корабли для службы королю. Она направляется в Дуарнене. Что? Я понятия не имею, о чем вы говорите. Послушайте, мне нельзя оставаться здесь, ваша мать просила, чтобы я заботился о вас, значит, я иду с вами. Быть может, что ты можешь. Но, господин, я вам так скажу, даже если моя миссия исключительно духовного свойства, принести мир и в сердце каждого члена отряда, я также могу сражаться бок о бок с вашими воинами, ибо Господь не отвергает насилия ради справедливости и дела Христова. В любой битве я буду полезен, земной, духовной и, возможно, даже против Орд Ада. Ну что ж, теперь ты в отряде. Хорошо. Так, мы с ним пообщались, значит, его послала наша мама, и чтобы сообщить, что... ну, вообще, чтобы он меня обберегал. О мой бог, боже мой, я услышал шум, они преследуют меня. Дальше я не успел дочитать, к сожалению. Так, кто-то на нас напал, видимо. Скорее всего, это люди с Вена. Так, а что вас так много-то? Мы его, конечно, чувака уже добили, но я с вами, я думаю, быстро расправлюсь, потому что не с такими справлялись. Да что ты? Какой умелый воин, смотри-ка, как оброняется. Сколько ударов он принял, красавчик. Ну что ж, вроде все. Беду, к сожалению, побили, но он просто ранен. У нас, ребята, новый спутник, и с этим спутником непонятно, останется он с нами навсегда или уйдет, как та девушка, я забыл ее, как звали ее, в общем. Хорошо, мы получили нового спутника, дальше нам нужно направляться в Бибанбург, и мы этим займемся, ребята. Бибанбург у нас находится вот в этих землях, я сейчас туда доберусь и уже потом включусь к вам. Попутно Агатинос немножко недоволен нашим новым спутником бедой. Беда, достойный член этого отряда, в общем, он жалуется на то, что тот постоянно думает только о боге, и его это немножко напрягает. Но я, наверное, пока буду на стороне нашего Агатиноса, потому что мы с ним уже достаточно давно, и я не уверен, останется с нами беда или нет, но такое ощущение, что останется с нами навсегда. Поэтому я пока буду, что я на стороне, пока скажу, что я буду на стороне Агатиноса, ну а потом посмотрим. Потом посмотрим, я почти добрался, сейчас решил еще забежать, ребята, вот в эту деревушку, давайте я уже тогда оставлюсь. Провиант надо купить, потому что, так как у меня сейчас очень много воинов, то провианта категорически не хватает, поэтому я закупаюсь прямо по максимуму. Провиантом, ребята, у меня 266 человек, кстати, мне не хватит, мне надо кого-то одного выкинуть. Ну и заодно прокачаем копейщик. У меня, кстати, знаменосцы уже есть, знаменосцы нам дают боевой дух в бою, но сейчас, кстати, покажу, я вроде уже показывал, и этот дохердман у нас поднимется. И надо будет одного убрать, наверное, лучника, потому что меньше всего они будут полезны, скорее всего, в таких серьезных сражениях на данном этапе, поэтому я одного лучника скину. Распущем. Ладно, двигаемся дальше, мы уже почти возле Бибанбурга, доберемся туда, сейчас, сразу, потом спускаемся в порт, Асбьерн переходит на новый уровень, ну давайте тоже посмотрим. Так, собирается у нас на праздник, ребята, давайте Асбьерна также посмотрим, ребят, давненько не записывал, расскажи мне о своих навыках, ты у нас интеллектуал, второй интеллектуал, кстати, хирург. Так, в плане боевых навыков уже полностью прокачан, в плане обучения прокачан, в плане своих профильных навыков прокачан, соответственно, мы из тебя что делаем дополнительно? Владение оружием прокачан, атлетика прокачан, я даже не знаю, куда его прокачивать, верховая езда ему не нужна, сбор трофеев у нас есть, там до девяточки вроде у кого-то. Выслеживание, тактика, поиск пути, это все у всех есть, то есть, не знаю, инженерия тоже девятка есть. Я не знаю, куда его качать, оставим, наверное, ребят, оставим, просто прокачаем метательное оружие, всем раздал копья, ребят, уже, наверное, знаете. Так, поэтому оставлю пока профильные навыки, у нас, кстати, Биовульф тоже, не знаю, куда девать его навыки, по всем параметрам необходим, уже прокачан. Мы направляемся прямиком в порт, если мы сейчас прямо там появимся, да, прекрасно. Мы прямо... А что, как долго прогружается-то? Это нехорошо. Прогрузился очень долго, ребята, я боюсь, у нас сейчас будут масштабные сражения. Как бы там прям жестких подлагов не было, но в любом случае я больше не буду убирать. Я сделал оптимальные настройки графики так, чтобы, ну, прям нормально было, 60 фпс стандартно, но не знаю, как будет в больших сражениях. Меня зовут Биовульф, Ярл Радбарт меня послал. Ну, вернее, к тебе. Приветствую вас, Биовульф, да, меня предупредили. Все, погнали, время пришло, нам нужно плыть, ребята. Нам нужно плыть в ту деревню, встретиться с войсками. Вот он, флот. Так, Бибанбург, поднять паруса. Кстати, еще один момент. Еще один момент, помню, как вы знаете, ребята, я построил два больших корабля. Один максимально большой, 90 человек вмещает и военный, военный большой корабль. Второй средний, вмещает 55 человек, тоже военный. Не торговый там, не средний, не между военными и между торговым, а именно военные корабли построил. Вот. Но в сюжетке сейчас будет такой момент, то, что мне лучше сейчас пересесть снова на маленький корабль. Чуть позже вы поймете, почему. Я с этим уже, ребята, столкнулся, поэтому флагманом, вот у меня флагман на 90 человек, я даже не на 55 человек выберу, а на 27 человек шнеку. Он у меня сейчас временно будет флагманом. Чуть позже я объясню, почему. Потому что по сюжетке вот так продумано немножко некорректно. И лучше всего, чтобы у меня сейчас флагманом был именно этот корабль. Хорошо, мы погнали дальше. Вот он весь флот, которым, ребята, мы сейчас будем управлять. Который для нас подготовил Ярл Радбар для того, чтобы мы справились с флотом астурийцев. Ну или, не знаю, либо их убедили. Принять в сторону сыновей Рагнара. Либо, если они не согласятся с этим, то мы их просто уничтожим. Что ж, нас это сейчас ждет и будет, я думаю, интересно. Снова вы оказались в открытом море на корабле, где нет пространства и кучи народу. Все та же еда, все те же условия, запах пота, мочи и кожаного сала. И так вам предстоит плыть много дней. Наконец, после долгих или тянувшихся дней на соседнем корабле дозорная кричит «Земля!». Все, вступаем в переговоры. Я долго это читать не буду, ребят. Кому интересно, прочитайте обязательно на паузе. Я для себя уже читал, поэтому... Стойте, как много лодок с вами. Как вы? Кто вы? И что вы хотите? Меня зовут Биа Вульф. Я здесь для переговоров от имени сыновей Рагнара. Я вижу, но у меня такая работа. Не доверяйте быть внимательным. Если ваши корабли сдвинутся с места, то мы сразу атакуем их. Хорошо, без проблем? Хорошо. У нас корабли все нормально будут встать. Сначала, естественно, пообщаемся. Астурийцы заняли деревню. Видно, что их немало. Адуард, наверное, стоит на утесе. Вы предполагаете, что там те люди, которых вы ищете. Тут должен быть сила. То есть, человек, видимо, уже переманенный... Переманенный? Переманенный на сторону сыновей Рагнара. То есть, он в любом случае примет сейчас нашу сторону. И остальных нам нужно будет попытаться убедить. Надеюсь, у нас это получится. Герцог Петра Дидас. Приветствую вас. Меня зовут Петра Дидас Изовето. Я герцог на службе у короля Астурии Алдефонса. Хочу представить вам сила, кстати. Он и его люди прибыли от башни Бригантии из Галеции и Гунденцалва, также прибывшие со своими воинами из Амайи, что в Кантабрии. Мы поражены тем, что вы предстали перед нами с большим войском и флотом. Мы хотим знать, кто вы. Меня зовут Беовульф. Я здесь, чтобы вести переговоры с вами от сыновей Рагнара. Думаете, стоит? Сыны Рагнара сильны, как никогда. Их влияние распространилось на многие земли. Вы должны выслушать меня и узнать об их предложении. Сила сразу вступает на нашу сторону, как видите. Он почесывает свою спину, а затем улыбается. Это Гунденцалва. Да, выслушаем их посланника, ведь мы можем убить его после того, как он пропоет нам свою песню. Ну что ж, наши варианты предложения. Просто предложить им присоединиться к сыновей Рагнара, не предлагая ничего взамен. Но это не выход, сразу говорю. Пообещать им землю, половину земель. Но это, мне кажется, тоже не совсем правильный выход. Потому что Ярл Радбард нам не давал права распоряжаться такими, наверное. А вот наполнить ваши корабли золотом на любой войне всегда идут грабежи. И наполнить ваши корабли золотом, мне кажется, это самый актуальный вариант в данном случае. Поэтому я выбираю его. А если они откажутся, что он сделает? Убьет их? Он послал вас сюда с флотом, чтобы подружиться? Это, ребята, наш бывший спутник Бода. Бода, я сам был удивлен, когда его в первый раз увидел. Так, если бы я хотел уничтожить вас, я бы давно напал. Я предлагаю союз, поддерживающий победителей. Сила из Галлеции. Теперь вы говорите. Бода. Этот человек лжец. Я долго путешествовал с ним, стал настоящим другом для него. Мы сражались бок о бок, вместе проливали кровь. Вера и правда я служил ему, но когда пришло время, он предал меня и доставил письмо викингам. Вот почему он сегодня здесь с этим флотом. Чтобы уничтожить вас и союз между западными саксами, франками и Астурией. Ну что ж. Так, да, тачане правят в северных землях. Создание союза в интересах Астурии, он защитит их земли с севером. Хороший вариант. Западные саксы слабы и их земли легко завоевать. Разве вы не хотите озолотиться, разграбив богатые королевства и купаться в лучах славы? Это, конечно, для жадных, но... Это хороший вариант. Я преодолел такой долгий путь не ради того, чтобы выслушивать эту ерунду. Но это точный выход. Давайте второй вариант ответим. Тоже будем давить на жадность. Это лучше всего, как мне кажется. С Гундинсалва улучшаются отношения. Западные саксы еще могут сражаться и противостоять захватчикам. И будет не так просто захватить их земли. Это тоже хорошо. Что тоже хорошо. А то так было бы совсем неинтересно. Вы замечательно поете, посланник. Было бы прекрасно поучаствовать в грабежах новых территорий. Ведь земли мавров уже не так богаты. По мне, так сказанное, вами звучит хорошо. Сила, естественно, нас поддерживает. Герцог Петра Дидас. Вы забываете, что наш король заключил союз с королем западных саксов. Вы собираетесь ослушаться своего короля? Не поддавайтесь уговорам и лестным словам, говорит Бода. Помните, листецы подобны змее, которая долго лижет свою жертву, прежде чем проглотить ее. Ну что ж, я не буду называть Бода хорошим человеком. Видите, как он дрожит. У него лицо аж прям шатается от злости. Поэтому я просто скажу, что настал момент, когда вы должны принять решение. Я уже озвучил свое мнение. Мои люди присоединятся к сынам Рагнара. Говорит, Сила, это хорошо. Это наш, в принципе, человек. Гундинсалва. Я не собираюсь идти на дно вместе с королевством, которое должно исчезнуть. Я, Сила, присоединимся к Дании и поделим земли саксов после завоевания. Гундинсалва просто жадный человек, как мне кажется. Поэтому он, в принципе, тоже на нашей стороне. Герцог Петра Дидас. Я герцог, титулованный королем Алдефонса. И военачальник этой армии принял решение. Мы должны закончить нашу миссию и помочь западным саксам. Как и велел наш король. Все другие действия будут считаться изменой. Бода. Вашим людям нельзя доверять, герцог Петра. Я Бода Вимаранис, родом из Малакории. Вы знаете меня. Я человек при королевском дворе и у меня печать короля. Я не хотел так, но пришлось. И я и есть король. Слово короля. Он наделил меня этой властью. Мой первый приказ, Биавульф и его флот должен быть уничтожен флотом союзников. И посмотрим, кто кого. Сила предателей будет казнен. Гунденсалва возьмет кантабрийцев и приготовится к сражению. Вы, Петра, остановите. Оставите небольшой отряд воинов здесь, чтобы защищать поставки Провианта. А остальных пошлете Гунденсалва. Биавульф возвратится к своему флоту и примет там смерть вместе с его воинами. Мы уж постараемся. Гунденсалва. Вы не король и дали приказ о сражении с прибывшим флотом Дани без нашего согласия. Это нарушает все правила. Биавульф, я иду с вами. Но не буду принимать участие в этом сражении. Ну что ж, ребята. Гунденсалва принимает в нашу сторону. Сила на нашей стороне. Бода, не знаю, у него есть войска или нет вообще. Ну и сам Пьетро Дидас, он естественно против нас. Получается, мы смогли их, не знаю, ввести, в общем, рассорить. Теперь между ними шаткие отношения. Вот так можно, наверное, сказать. Скоро свидимся. Вы и Биавульф убирайтесь прочь с моих глаз. Все остальные пусть готовятся к сражению. Гунденсалва. Идите к своим людям, но если вздумаете предать, то вы дорого поплатитесь за это. Нифига бода какой я тут серьезный мужик. Я не ожидал от него. Уходя позади себя, вы слышите бурное обсуждение. В деревне, кажется, в лагере астурийцев возникли... Вот, мы сумели внести в их ряды разногласия. Это важно при сражениях. Это очень важно, мне кажется. И тут же становятся слышны звоны мечей и крики. Даже нифига себе. Тут я дальше, ребят, дочитывать не буду. Дочитайте сами на паузе. Я, в принципе, вроде уже читал, но я не помню, в чем суть. Но это и не важно, ребят. Самое важное сражение... Так, у меня копье есть. Самое важное, мне кажется, сейчас сражение на море, ребята. Давайте посмотрим наш флот. Осмотрим, насколько оно велико. Три... Два корабля там спереди плывут. Один вот слева. Там дальше немножко еще три корабля сзади. А те, видимо, это так для фона только. Для масштабности. Ну и с их стороны там сколько... В смысле, мой корабль не идет? Вот в чем проблема, ребят. Объясняю, почему я не выбрал большой корабль. При любом раскладе, какой бы я корабль не выбрал, изначально я думал, что это не так, мне дают всего лишь 14 человек на мой корабль. И этими людьми я не могу управлять нормально, с нормальной скоростью. Вообще управлять толком не могу большим кораблем. И даже средним тяжело управляется. Управляется, но скорость будет не здесь. Вот видите, на правом верхнем углу. 10 написано. Это, видимо, скорость узлов. То есть, эта скорость указана в узлах, наверное, как я думаю. Вот. А кораблем большим там либо один, либо два, либо вообще ноль. Средним 3, 4, 5 максимум. И вот маленьким кораблем и люди вмещаются нормально, и скорость более-менее неплохая. То есть, идеальный вариант было сесть только на маленькой корабле в конкретно данном случае. Так, у нас сражения уже начались. У нас сражения уже начались. Было бы неплохо сейчас перехватить. Вот слевее немножко корабль, который есть. Так, сильно я поверну. Я буду надеяться, что все будет прекрасно. Шанс. Ну, у нас пока потери серьезно идут. Раненые в основном. Но мы теряем Херсиров. Мы теряем Фригельдера. Фригельдеры это простые воины, на самом деле. Грубо говоря, новобранцы. Слегка прокачаны. Элитных копейщиков теряем. Воины британские. Побежден один. Так, это мои корабли плывут. Это хорошо. Мы, естественно, сейчас попробуем тоже вписаться в бой. Максимально быстро, насколько это возможно. Так, я немножко вот так сделаю. Так, наши корабли идут. Это очень хорошо. Я очень надеюсь, что сейчас все будет хорошо. Все, потери со стороны врага стали больше. Это приятно. Это очень приятно. Это мои воины. Кто станет раньше, интересно. Я вот не знаю. Все, мы вст... Блин, я вот думаю, нормально ли сейчас все сработает. Так, главное не упасть сейчас. Это самый ответственный момент. Главное не упасть в этом моменте. Так, большой корабль. Перепрыгивай, ебая. Красавчик. Давай. Так, я взял себе меч. Меч лучше оружия пока... О, нет. Блин, чуть не сфейлил. Жесть. Вот сейчас была бы реальная жесть. Так. Ну, давайте я пока позакидываю... Блин, небольшие подлаги. Я не понимаю, как... В смысле? Куда ты попадаешь, дротик? Ну, у меня еще несколько есть, конечно. О, попал. Хорошо. Ну, по-моему, победа на нашей стороне должна быть. Ладно, я достаю меч. Так, есть еще враги рядом. Вон там еще враги я вижу. Но, по-моему, победа... Зря я это сделал. Зря я это... Отлично. Я перешел снова на большой корабль. Это прекрасно. Короче, мне не удалось офигенно посражаться. Но не столь важно. Не столь это важно. Главное, одержать победу в этом поединке. Тем более, тут не совсем комфортно сражаться. Я вам скажу по чесноку. Потому что мой компьютер все-таки слабоват в этом плане. Так, насколько я помню, Ух, нифига, вот этот корабль улепетывает. Смотрите, что творит. Давай. Так, я даже вот эрку сделаю, наверное, чтобы от первого лица. Потому что от первого лица кидается дротик намного комфортнее. Я не знаю, попал или нет, но надеюсь, что попал. Так, хотя бы в одного давай попадем. Пожалуйста. Не хочу я просто, ребят, прыгать по кораблям. Я очень боюсь упасть. И мне очень этого не хочется. Потому что если мы упадем, это все проигрыш миссии. И придется перезагружаться. Я этого не хочу. Главное победа. Мы еще успеем посражаться. Так, еще дротики есть? Есть еще дротики. Мы на большом корабле. Я не смогу этим кораблем управлять сейчас. Это 100%. Так, мои воины там остались какие-то вообще, нет? Ну, давайте попробуем. Попробуем. Я сейчас на этом корабле. Я врубил. Скорость, видите, 0,1, 0,1, 0,1. И то... О! Нет, на этом корабле управлять невозможно. Даже если я пару сейчас врублю. Это, во-первых, корабль... Ох, нифига, скорость 8, 9. Это мы, видимо, по ветру плывем сейчас. Вон там наши еще ребята. Ну, давайте попробуем. О, все, нормально. Это победа. Море стало похоже на ад. Кругом пылающие корабли, обломки, кровь и смерть. Победа. Вы разбили врага, но многие уже не услышат этих победоносных кличей ваших людей. И в числе кантабрийцев Гунденсалва. Удары мечей оборвали их нить судьбы. Морское сражение было безумным, и теперь ваши враги бегут. Они стремятся укрываться в Дуарнене, но ваши воины преследуют их. Разжигая новое сражение в небольшой деревне, Бода пытается объединить воинов Астурии и скоординировать их действия. Настала ваша очередь присоединиться к битве. Давайте, ребята, высаживаться на берег и добивать остатки Астурийцев. Так, скорость я на максимум. Блин, паралаги небольшие есть, но будем надеяться, что они будут только в этой миссии такие. Ну и я, ребята, ничего не могу сделать с этим. Сорян. Мы плывем. Мы плывем прямиком на берег на полной скорости. С корабля вы видите, как на холме сражаются мужчины. Среди них вы разглядели Бода, окруженную врагами. Он из последних сил бурится за свою жизнь. Бода, братан, живи! Ты мой спутник и я хочу сам с тобой... Ух... Блин, я испугался. Я думал, сейчас утону. Нет, слава богу. Я знаю, что... Я видел, что здесь в мелководье и думал, можно спрыгивать спокойно. Все, спрыгнул. Все хорошо. Мои войны, давайте сразу. Я не буду сейчас их здесь строить. Я вижу, что преимущество на нашей стороне и мы спокойно сумеем одолеть. Я не знаю, кто там с кем сражается сейчас. Там были трое. И кто с кем сражался, непонятно. Тут всех побили. Так, астуриец, астуриец, кантабриец. Кантабрийцы с астурийцами сражались между собой, что ли? Потому что моих воинов там не было. Давайте хотя бы одного я. Не знаю, хоть какое-то участие приму. Так, Хускарл, красавчик. Хускарл нормандский голецкого воина убил, красава. Давайте, ребята. Добьем этих... Добьем остатки астурийцев, кантабрийцев. Если мы встретим боду, будет вообще прекрасно. Но, ух, нифига, эта беда сражается. Я его, кстати, не одел и не хотел пока одевать. Посмотрим. Потом, я думаю... Ну, давай, блин, не успел. Потом я его одену, если он с нами... Ой, победа, ребята. Это победа. Давайте. Это не клич, конечно, боевой, но это победные удары по щитам пускай будут. Да, это победа, ребят. Мы одолели. Дуара-ан-анес уже не похоже на то место, которым оно было раньше. Я не знаю, почему такое название. Я так понимаю, это все равно деревня остается Дуар-нене. Или Дуара-ан-анес, оно правильно называется. Не знаю. Кругом огонь, разваленные смерти. Его жители погибли в страшных муках. И вы сомневаетесь, что кто-либо когда-нибудь захочет поселиться в этом проклятом месте. Вы слышите жалобные крики ваших раненых людей. А те, кто стоит на ногах, блуждают, проходя мимо вас, оглядывая с расстояния последствия битвы. Потрясенные невиданным ужасом этого сражения. Вы вспоминаете, что Бода, скорее всего, погиб в ходе сражений. Скорее всего, погиб. Обратите внимание, ребята. Я думаю, что это не зря. Я хочу его встретить еще в будущем. И надеюсь, что он еще не погиб. Но мы тело его не видели. Он не выполнил свою миссию. Возможно, так было предначертано судьбой. Теперь больше нет флота Королевства Астурии. Осталось только несколько кантабрийцев, которые присоединились к вам, так как их лидер Гунденсалва мертв. Здесь конкретно написано, что Гунденсалва мертв. Некоторые из ваших воинов занялись добиванием врага и сбором их вещей. Ну что ж, давайте потребуем свою часть трофеев. Почему бы нет? Я думаю, мы достойны этого тоже. 10 тысяч золота. 9 к известности. 5 очков боевого духа отряда. Хроники беды достопочтенного. Беда, это не тот ли самый беда наш спутник, который все это пишет? Мы ведь с этими хрониками уже не первый раз знакомы. Я все еще мечтал о Дуарнене, когда закрываю глаза. Мечтаю. Ни один человек божий не должен позволять тебе мечтать о таком. Ведь желание было такое сильное, словно дьявол вырвался на волю и захватил мир. Я никогда не забуду это морское сражение и как меня постоянно тошнило на ядном корабле. Мои руки дрожали, а кости промерзли насквозь от сильных ветров. Я не был воином, но им был Беовульф, а моя судьба была связана с его судьбой. Если воины и он погибнет, значит погибну и я. К счастью, каким-то чудом божий уберег я выжил, но не всем так повезло. В их числе Бода, с кем Беовульф делил еду, вместе они проливали кровь, спасали друг другу жизни. С самого первого дня они стали друзьями, встретившись когда-то на корабле Воденрик. Я полагал, что потеря Бода это большая трагедия для него, после всего того, что им довелось пережить вместе. Но его лицо было невозмутимым и никто не осмеливался спросить в тот момент, как он себя чувствует. После двух сражений в Дуарнене мы провели несколько недель около развалин деревни, исцеляя раненых, храня мертвых и восстанавливая в памяти все прошлое. Я действительно думаю, что моя работа в то время была наиболее необходима. Многие пришли ко мне, кто-то поговорить для успокоения, кто-то поблагодарить меня за все мои слова, сказанные над телами мертвых. Но вскоре мы вернулись обратно в Англию, не ведали, что мир так изменился. Ребят, беда это скорее всего тот самый наш спутник. Хроники беды достопочтенно... Так, война с Уэссексом у нас развязалась, с Мерсией в том числе, но это было отожидаемо. У нас 265 человек. Подождите, к нам должны были присоединиться или у нас только людей погибло? Так, беда. А где люди, которые должны были к нам присоединиться? Этих до Хирманов повышаем, этих до Могучих Воинов. А с Бьерну пока повышать... Я не вижу других людей. Так, смотрим, что нам нужно делать дальше. Так, мисс Дуарнене ожидает вас... Это задание успешно выполнено? Ожидает вас. Ну, хорошо. Давайте смотреть на карту кампании, ребята, и посмотрите, что происходит. Восточная Англия почти полностью захвачена нашим государством Нортумбрии. У них осталось только... Вернее, у них остался только один город Дунвик. Почему-то он такого цвета здесь, без обводочки. И две деревни, которые ему принадлежат этому городу. Ну что ж, давайте высадимся, наверное, рядом с этим городом. Я думаю, ничего страшного не случится. В будущем, может быть, мы даже захватим его. Наверняка где-то здесь войска Ярла Радбарта. И, может быть, он где-то прямо рядом тут. Поэтому давайте попробуем высадиться где-нибудь здесь. Вот здесь я вижу Форд Данов. Кстати, опасное место. Но у нас много народу, поэтому, я думаю, сильно бояться нечего. У нас даже хорошие у нас войска сейчас. 265 человек. Это очень хорошо. Битва с кем? Элдерман. 30. Блин, нет. Элдерман. Освальд. У него много народу, поэтому... Наших крестьян трогают. Блин. Обидно. Чё у нас по имуществу? Так. Вскоре после высадки на берег вам направляется Ганец, словно он поджидал вас. Вы замечаете темные круги у него под глазами, как если бы он скакал много дней без отдыха, и его лошадь кажется очень истощённой. Наконец он делает вдох и восклицает. Беовульф, мой ярл Радбард Рагнерсон, направил послов, чтобы найти вас после того, как торговцы привезли новость, что вы отправились из страны Франков в Англию. Он желает, чтобы вы присоединились к его брату Хальвдуну в Рейдингаме, так как он возглавляет финальную атаку на Уэссек. В смысле финальную? Они даже не начинали вроде атаковывать её. Только восточную забрали. Мы выступили из Восточной Англии с большой армией и создали укреплённый лагерь в Рейдингаме. Мы опустошали прилегающие области, но Этельред и Альфред собрали ополчение Виттенкеастер и атаковали нас. К счастью, их атаки были отражены. Теперь король Уэссекса, сопровождаемый своим братом Альфредом, отступил в западном направлении к Эсцедуну, где они собирают огромную армию для продолжения борьбы. Нам нужна ваша помощь, так как Хальвден стремится выступить против них, прежде чем они соберут много воинов. Это будет грандиозная битва, если мы победим. Уэссекс падёт к нашим ногам. Ярл Радбарт особенно велел мне упомянуть, что Свен Бычешея сейчас с Альфредом и сражается в его армии. Понятно. Задание Мэсдуарна завершено и получено новое задание Битва Эсцедун. Давайте смотреть, ребята, к кому мне нужно добраться. До Хальвдена мне нужно добраться. в Рейдингаме неподалёко от Лунденвик. От Лунденвик. Лунденвик – это где-то тут. Хорошо. Рейдингам. Что? Где-то здесь они должны находиться. Рейдингам. Ещё раз. Так, так, так. Как можно скорее в Рейдингаме. В Рейдингаме. Вы должны встретиться. В Рейдингаме. Рейдингам. Рейдингам. Где-то тут. Но я не вижу. Рейдингам. Рейдингам. А, всё, вижу. Блин, я слепой. Хорошо. Ну, давайте потихоньку направимся туда. Но мы будем, ребята, аккуратными. Потому что... Потому что здесь вражеские ярлы. Лорды. И тут надо быть реально аккуратными. Потому что мы можем реально пострадать от них. Серьёзно причём. под нападением. Кто нападает, интересно. Мерсия. Ох, ребята, какие тут жёсткие сражения идут. И это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Но мы в любом случае движемся пока по направлению. И поймём, что нам нужно делать дальше. Потому что у пана. Так, Рюнгвальд. Давайте у него спросим. Давайте у него спросим, где находится. Хотя нам туда прям идти надо. Зачем кого-то чего-то спрашивать. Так, у нас прокачка всё-таки воинов идёт в нашем убежище. Я там оставил сто человек. Мы Лунденвик захватили? Это... Это Мерсийский город был ранее. Я помню, это был Мерсийский город. И у меня там тоже есть, кстати. Давайте смотреть. Знаете, какой момент? Бюджет мой. Под арестом у меня несколько городов стали, так как мы теперь с ними воюем. Но у меня всё ещё плюсы. 3 600. Всё ещё в плюсе. Хорошем всё ещё в плюсе. И это хорошо. Именно ради этого я, ребята, как раз делал все эти предприятия. Разграблено. Но давайте в Лунденвик, наверное, забежим. Для начала. Чисто посмотрим по имуществу. Так, Фриская кольчуга. Откуда они у меня взялись? Ну, наверное, после того, как мы посражались, да? Мне, в принципе, и заходить-то никуда не надо. Подождите, у меня есть гнилые позавчерашние, вчерашние, вчерашние. Позавчерашние вот это бы продать, потому что она сгниёт. Ну, давайте продадим, я думаю, в Лунденвике. Забежим туда по-быстрому. На провиант. Рынок припасов. Позавчерашнюю сразу продаём. Это пускай... Вчерашнюю тоже продаю, потому что её даже не начинали кушать. Возьмём лучше что-нибудь другое. Хлеб. Пшеница. Ячмень есть? Давайте ячмень возьмём. Яблоки есть. Мёд. Курица. Ну, давайте курятинку свежую только. Блин, не даёт. Ну, ладно. Значит, это. Вчерашнюю оставим. Хорошо. Короткий боевой топор. По-моему, слабоват. Это мне тоже не нужно. И фриская кольчуга, кстати, хорошая. Я её оставлю. Может быть, кому-то пригодится. Или у меня уже все... А, у меня не одет. Как раз беда. Его... Блин. И шлем нужно было для него оставить. Ну, да ладно, ребята. Шлем тоже был 44. Очень хороший. У нас, конечно, уже лучше есть у некоторых спутников. Но шлем был очень хорош. Беда. Чтобы ты знал, есть что-то демоническое в Игиль. Он что-то... Ну, короче, он не ладит даже с Игилем. Я ему скажу, что Игиль достойный член экипажа. Я вот не знаю, с бедой что делать пока. Я, ребята, думаю отдельно вне записи подумаю над его обмундированием, как его одеть, как лучше. Я думаю, этим займусь уже вне Сирии, чтобы сейчас не убивать время на это. Так, мы на территории Уэссекса. Это очень опасно, но мы заходим в Рейдингам. Я там ещё ни разу не был. Первый раз я сейчас при вас. Сейчас ночь с вашим людям лучше подождать какое-то время в лагере. Ну что ж, подождём. Давайте до утра подождём. Надеюсь, на нас никто не нападёт. Так, поздняя ночь. Рассвет, раннее утро и нам нужно утро. Всё. Нам нужно было утро посетить лагерь. Сынови Рагнара укрепились в саксонской деревне под названием Рейдингам. Это место очень удобное для обороны и они обнесли его рвом. Ещё видны следы более раннего сражения, когда саксы пытались выдворить ладчан. Прекрасная позиция как для сдерживания врага, так и для продвижения войск. Хорошо. Ну что ж, нам нужно будет поговорить просто с кем-то. Я не вспомню, конечно, с кем. Коня у нас нет, спутников с нами нет. Давайте вспоминать. С Хальвденом. С Ярлом Хальвденом. Я не знаю, кто такой Ярл Хальвден. Радбард сказал, что это его брат. Ярл Хальвден, подожди. Давайте... Это правитель на Артумбрии. Он разве является братом? Был ранее саксонской деревушкой, но сейчас захвачен датчанами. Они укрепились в этом месте и сделали его временным убежищем. Ну что ж, ладно. Хальвден. Хальвден – это правитель на Артумбрии. Хорошо. Но больше, по-моему, решает здесь Радбард. Потому что основные задания я от него получаю. Хальвден так пока. Для меня я сильно значимым не был. Кстати, ребят, по поводу невесты. По поводу невесты знаменосит. Красава. Я нашел себе, по-моему, хорошую спутницу и у нас уже вроде там какие-то шумуры-муры. Потом я, наверное, в следующих сериях о ней расскажу. Но имейте в виду, что у меня уже есть на примете невестка. И она как раз одна, ну, в общем, родственница Рагнара. Либо племянница, либо внучка там, не знаю. В общем, я нашел. Хальвден, давайте общаться. Не мой ли это храбрый победитель значит, вы сразились с этим негодяем. Да, да, я сразился. Это неважно. И получил ваше срочное сообщение. Так, что мы получили? 12 тысяч золота мы получаем. Смотрите, отношение на десяточка увеличилось. Да, наверное, мы получили новость до вашего прибытия. Кажется, что саксы удивили вас. К счастью, вы победили и разбили вражескую армию. Дания перед вами в огромном долгу. Биавольф. Позвольте мне вознаградить вас за это. И есть много жертв. Благодаря моей победе у саксов теперь намного меньше людей, чтобы защищать свои земли. Ну что ж, я вот так скажу, наверное. Хорошо. Хальден громко смеется. Да, судьба улыбается нам. Норны плели нити, предрекая нам победу. Мы, завоевавшие восточных англов и Нортумбрию, скоро станем править западными саксами. И вы, мой друг, стали частью семьи сыновей Рагнара. Я хочу большего, кстати, я тебе скажу. Я хочу жениться на одной из сестер, по-моему, твоих братьев. Вот. Как бы глупо это ни звучало, но я хочу жениться на одной из сестер твоих братьев. Если бы мой отец мог узнать вас, то принял бы как родного. Хорошо, давайте вернемся к важным делам. Скорее мы выступаем из Рейдингама, чтобы атаковать саксов. Чем больше мы откладываем наступление, тем больше они наберут людей в свои ряды. Тем сложнее будет их победить. Нападать надо незамедлительно. Королевство западных саксов станет наше. Многие на этой земле дрожат, приведи нас и очень боятся, но саксы смелые люди, у них сильный король. Не такой, как у англов. В сражении убьем их короля, а это и его брат Альфреда. Хоть он и молод, но не менее опасен, чем его брат. Кроме того, есть дело, не терпящая отлагательность. Провиан слишком быстро иссякает биовольф, чтобы прикормить войско мне требуется 12 голов скота. Мне безразлично, где вы их возьмете, просто пригодните его как можно быстрее. Заодно я найду свену, убью его, а также возьму свою долю при разграблении западных саксов. Мне, братали, чтобы ты мог разговаривать со мной, и Свена не было в Дуарнане. Нужно найти его, и мне некогда заниматься этим. Нет, ну так и так мне отвечать явно не стоит. Хорошо, я добуду скотт, прошу прощения, заодно я найду Свена и убью его, а также возьму свою долю при разграблении западных саксов. Так, отношение соточка. Доставить снова разговоры. Поспешите, мы должны скоро выдвигаться. Ну что ж, у нас, ребята, новое задание добыть 12 голов скота, но, наверное, ребята, мы это оставим уже на следующую серию, потому что в этой серии было достаточно тоже событий, интересных моментов. И, ребята, если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Обязательно пишите комменты, увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.